Особое мнение на 101FM К своим избирателям Встречаются с ними После пандемии Это первая разрешенная неделя Когда мы ведем Оффлайн общение Сколько вы не ездили уже На личные встречи? Два месяца Было запрещено законом На что жалуются Скажем так Кировчане в районах ваших? Прежде всего это конечно Последствия того карантина Который был наложен То есть люди остались без заработка Люди не могли уехать на вахту Люди не могли Работать в малом среднем бизнесе Потому что были закрыты Торговые центры, магазины, рынки Ну и конечно очень много вопросов Сейчас по медицине Особенно по специализированной Высокотехнологичной медицинской помощи Понятно что из-за карантина Многие поликлиники, больницы были закрыты Они были перепрофилированы Но очень остро в Кировской области Стоят вопросы с эндокринологией С кардиологией То есть больных диабетом очень много И в районах нету Вот в Орлове мы были Проблемы со специалистами В Яранске А с учетом удаленности от Кирова Во время карантина Ехать сюда, записываться Непонятно кому, непонятно где Здесь как раз вот вспоминаются Инициативы, которые партия ЛДП Развучивала в Кировской области Мы давно говорим правительству Сделайте 2-3 автобуса Подберите специалистов Вот именно тех специальностей Которых не хватает в районе Получили заявку Люди в электронной форме Или просто там на почте России В администрацию Принесли, что им нужна вот такая услуга Нужна такая консультация Вы оповестили жителей там района Что с понедельника там по среду Приедет этот автобус Организовали в ФАПе Или в местной там районной больнице 2-3 кабинета Приехали с Кирова специалисты Приняли тех граждан Они уже по времени знают Когда прийти, во сколько Что с собой надо принести Какие документы Есть необходимость Сделали какие-то анализы Чтобы люди не ездили По 100-200 километров До Кирова Тяжело держать Вот этих специализированных специалистов Во-первых, это зарплата Во-вторых, сегодня Не так много таких специалистов Хотят ехать в районы Ну, откровенно скажем А потом с каждым специалистом Надо же очень большое количество Специализированного оборудования Медицинского А это же бюджет Его просто нету таких денег Но надо решать То есть нельзя годами Не решать одни и те же проблемы Которые возникают у людей Вот если их не решать Тогда возникают те проблемы Которые сейчас в Хабаровске происходят Когда к мнению людей К их действительно насущным потребностям Не прислушиваются Когда их мнение не учитывается То у людей, конечно, происходит Накопление вот этих негативных эмоций У них, конечно, происходит Ну, полное отторжение власти Власть их не слышит Власть не идет к ним навстречу Власть не выходит с ними на разговор Ну и вот хабаровчане, на мой взгляд Они сейчас первые в стране показали Что такое действительно Настоящее волеизъявление народа Когда люди интеллигентно Всеми семьями выходят на эти акции И они выражают просто вот Свою боль, свое непонимание Почему с ними не разговаривают Почему их не слышат Почему губернатора За которого проголосовало 70% на выборах И потом в течение двух лет Этот рейтинг не то, что не уменьшался А он наоборот рос Почему вот в такой форме Вот так вот цинично, грубо Просто выдергивают из региона И увозят в Лефортово То есть у всех же ассоциация С 37-м годом С 38-м, да То есть с другими какими-то вещами То есть зачем власть вот такие вещи делает С теми, кто полностью законопослушен Те, кто живет в своей стране Те, кто работает, платит налоги Те, кто дальше собирается в жизни Кто не собирается никуда уезжать Ну вот да, мы к Хабаровску как раз сейчас перейдем Ну вот задержание губернаторов Уже в стране Уже, ну я не знаю Ну сложно, наверное, удивить Вот в 16-м году, когда Никиту Белых задерживали Это было еще чем-то новым А в последнее время это довольно часто происходит И вы действительно считаете Что вот эти акции в Хабаровске Они именно вот на такое вмешательство В жизни региона реакция Конечно, то есть Это прямо вот отражается настроение людей И их внутреннее состояние Потому что не надо забывать Что Хабаровск точно так же Как и вся страна была на карантине То есть там пострадали И люди, которые занимались бизнесом И люди, которые работали на удаленке И не могли выехать из региона Люди, которые планировали какие-то Может быть проекты Или какие-то работы Связанные летом с поездкой на дачу То же самое, как в Кирове Просто в Кирове мы едем на автобусе Или едем на личном транспорте То есть до огородов А в Хабаровске там специфику У них очень большое количество Дачных участков расположено на острове И поэтому они плывут на речных трамвайчиках И, конечно, там вот это вот все Оно как бы подогревало такую напряженность И не надо забывать, что хабаровчане Увидели, что действия самого Сергея Ивановича Фургала Его команды Они действительно были Не сказать, что 100% прозрачные Но они были понятны людям Они были понятны, что интересы края Интересы хабаровчан Они превалируют над интересами Потенциальных инвесторов Тем более из Китая Или там еще откуда-то Вот этих разговоров О дальневосточном гектаре То есть они говорят Да, дайте нам гектар Но дайте нам к нему коммуникации И подскажите, что мы на нем можем сделать И поэтому, когда это произошло Конечно, люди Во-первых, сначала испытали шок А потом, когда их повесили Вот в этот вакуум То есть их начали Просто вычеркивать из федеральной повестки То есть на что надеялись чиновники Там местные Вообще непонятно Потому что люди выходят на улицу И они видят, сколько их вышло А по центральным каналам Показывают совершенно другое Люди общаются между собой Видят и слышат информацию Которую там и о деле Фургала И как оно формировалось И что ему предъявляется И от кого ему предъявляется А по центральным каналам Опять другое И, конечно, вот это отношение у людей Оно во многом спровоцировано И коронавирусом И какими-то там негативными последствиями Потому что до сих пор И врачи, и психологи говорят Что мы еще не прошли вот этот вот И людям надо помогать То есть людей надо Как-то направить с тем Чтобы они могли получать Какую-то не только там моральную помощь Но и финансовую, и психологическую Потому что для многих это Ну, новые они впервые с этим столкнулись Но вообще получается Что в этой истории В Хабаровске не стоит Искать какую-то одну причину Потому что, скорее всего Их там целый клубок Да, это совокупность Совокупность, да Но основное это, конечно, то Что всенародно избранного губернатора Вот так задержали И такие вот обвинения Которые, или комментарии Которые потом были От представителей там Следственного комитета Они, конечно, нас Вот коллег Сергея Ивановича Очень удивляют То есть мы понимаем Что если правовое государство То в рамках правового государства Только суд может определить Виновен или не виновен И через средства массовой информации Давать там комментарии Или говорить, что там уже Все там решено И у них там Супер доказательная база Да Это там первая часть вопроса А вторая Они там начинают рассказывать Что там чуть ли не С 2004-2005 года Там высокопоставленные сотрудники Прокуратуры Там правоохранительных органов Все это покрывали Ну здравые люди понимают Ну там небольшой бизнес Небольшая компания То есть там Маленький оборот Ну кому это было надо То есть там В то время там Руководство прокуратуры Или там ОВД Прикрывать вот там Кого Они же были еще никто Не в политике Нигде Просто ребята занимались бизнесом В анонсе Для наших подписчиков В инстаграме Вы сказали Что Сергей Фургал Ваш друг Вы наверное Не только потому Что член партии ЛДПР Да Как-то особенно Следите за этой ситуацией Как вы там С кем-то созваниваетесь Там Не знаю Может быть С семьей его Поддерживаете отношения Конечно То есть И встречаемся И созваниваемся То есть Пытаемся максимально поддержать И Сейчас Несколько обращений Владимир Вольфович написал То есть Мы подготовили И продуктовые посылки Передали И вещи передали В СИЗО Да То есть Наш коллега ездил туда Встречался с руководством Его к сожалению Пока не допустили Но Владимир Вольфович Продолжает настаивать Чтобы С ним встретились Представители нашей фракции То есть Чтобы допустили депутатов Чтобы они могли посмотреть На В рамках действующего законодательства На Место содержания Сергея Ивановича И на его состояние Потому что Вы знаете Его вот это высказывание Что Если там Вдруг Я что-то начну говорить То вызовите мне Психологическую помощь То есть Мы с ним общались И до этого Он готов был пройти Полиграф Он готов там был Встречаться Общаться По этому поводу Потому что Это же там Событие Не которое сейчас произошло А там Первое задержание Вот его Бывшего партнера Произошло Осенью Прошлого года И Конечно Все это время Вот Это Дискутировалось Обсуждалось И даже То как он себя вел То как он К этому относился Ну было понятно Что он очень надеялся На здравый смысл Он очень надеялся На Обстоятельное Честное Открытое Расследование И что будет Дана какая-то Оценка этим действиям Потому что Абсолютно Понятно Что это там Смесь и политики И экономики Ну сейчас Смысла нет Это повторять Но Журналисты Ваши коллеги Прекрасно Все разложили То есть Это все Прямо Вот Расписано Все это Взаимосвязано К сожалению Сейчас Очень много Пытаются туда Дополнительно Каких-то там Историй Фамилий Там Внести В эту историю Но На самом деле Все вот Банально Просто Да То есть Сначала Вот эта победа На выборах 18-го года Когда люди Ну просто Не захотели Шпорт Они Выбрали Фургала Да А потом Его работа Честная Там С утра До вечера Каждый день То есть Он единственный Из всех губернаторов Посетил каждый район Он практически Был в каждом Населенном пункте А Хабаровский край Это Территория Практически Такая же Как Турция Он встречался С людьми Лично с ними Общался Он слушал их И Ставил задачи Не все получалось Чиновники Подводили Безусловно Политик Председатель комитета По охране здоровья Государственной думы То есть Ну Такая история Прям вот Хорошая А будет ли Таким Назначенный В Рио Михаил Дегтярев Тоже Ваш коллега По партии Или может быть Даже нет такой задачи Там Не знаю Стать своим Как вы думаете Что он У Михаила Архи Сложная Задача То есть У него Задача Сейчас И как Управленца То есть Ему Он Исполняющий Обязатель Поэтому Безусловно Сейчас Прямо По должности Необходимо Взять все Управленческие Потоки В руки И Ознакомиться С тем Что было сделано И В текущей Деятельности Продолжить Дальше И он уже Это подтвердил Что он будет Продолжать тот Курс Который Выбрал Сергей Иванович Фургал Ну и так же Становиться Более народным Это как раз Вторая задача То есть Я думаю Что вот здесь У него еще Сложнее задача Потому что Копировать И повторять Точно не получится Но они просто Разные И разная база Да Разное образование Но при этом Может быть Это даже Ну какой-то Вызов Самому Михаилу Чтобы Постараться Вот на фоне Той популярности Того рейтинга Сергея Ивановича Доказать Что Молодость Образование Политический опыт Позволят ему Ну как-то Вот прям Приблизиться К тем результатам Которые были У Сергея Ивановича Молодость Образование Политический опыт Кирилл Игоревич У вас тоже есть Вот вы Вполне Могли бы Наверное Оказаться на том месте Ну вы знаете Что Каждое место Вы рады Что вы не там Вы знаете Я честно говоря Не рад Что я не там Потому что Предыдущие Все компании Которые были В Хабаровске Я был там То есть На всех компаниях Я был рядом С Сергеем Ивановичем И я видел Как он работал Я видел Как он Переживает За то Что там происходит Я видел В том числе Его сомнения Человеческие Когда происходили Те или иные События К сожалению Сегодня Наверное Только предстоит Специалистам Экспертам Оценить Вот Те процессы Которые сегодня Происходят В обществе Их наверное Нельзя назвать Однозначными Или уж тем более Нельзя сказать Что кто-то Может предугадать Последовательность Этих эмоций Последовательность Этих выступлений Которые сейчас Зреют Они зреют Не только в Хабаровске Но и в других регионах То есть Я думаю То есть Это не локальная история На ваш взгляд Да нет Конечно То есть Сегодня Вот эта вот Усталость От того Что происходит В политике От того Что происходит В экономике Она накапливается И как она будет реализована Как будут происходить Вот эти вот Трансформации Как будут происходить Выборы Конечно Тем Кто сегодня У власти Надо задуматься А все Что ли они делают Для того Чтобы в стране Было все хорошо И все было стабильно А оппозиционным партиям Людям Которые Явно не согласны С сегодняшним курсом Или с сегодняшним Своим там Экономическим положением Не согласны С тем Какие у них доходы И какие у них расходы Какие у них коммунальные платежи Что они могут получать В качестве образования Сегодня очень большая волна Она поднялась Со стороны родителей Которые явно В большинстве своем Против дистанционного обучения И нагрузка Которая там Ложится на учителей На детей Она многократно возрастает Вот мы говорим Что есть определенные составляющие Там понимание Что происходит Когда началось Дистанционное обучение В Хабаровском крае Сергей Иванович Просто встречаясь с людьми Получая обращение Проанализировал А сколько В некоторых семьях Не хватает гаджетов Ну то есть их просто У нас тоже была такая Да Их просто нету в семье То есть семья не в состоянии Купить там Самый дешевый А если детей двое Вот Один ночью Другой днем занимаются Да Но занятия-то Причем проводятся онлайн Они в одно и то же время И он сделал это То есть он проанализировал Сколько не хватает И он добивался От федерального центра Поддержки Выделения средств Когда он понял Что ну не получается Он в региональном Краевом бюджете Выделил средства На покупку этих гаджетов Он задался вопросом А интернет у нас есть Во всех населенных пунктах Или у нас дистанционно Могут учиться Только дети в Кирове Ну или в больших наших городах То же самое в Хабаровске То есть мы же практически Ничем не отличаемся То есть проблематика Которая есть Да она имеет Какую-то региональную особенность Но в целом Она одна и та же И вот здесь Там партия ЛДПР Неоднократно говорит Доходы граждан Поднимите Владимир Вольфович Жириновский Неоднократно говорил Сколько угодно Можно делать программы Там Какие-то инвестиционные Какие-то развития Но если вы не дадите Деньги людям Если вы не дадите Какие-то дополнительные Услуги Которые будут Профинансированы Государством А получит их Конкретный человек То все остальное Это бесполезно Поэтому Вот в Кировской области Спросили министра А знает ли она Сколько заявок Есть на эти гаджеты Сколько в семье Не хватает их Или там Сколько В каких населенных пунктах Надо сделать интернет Вы знаете Что у нас по трассе Когда едешь между районами Связи вообще нет А уж про интернет Там я молчу То есть Как дистанционно Можно делать образование И как могут чиновники Соглашаться Вот с такой формой Да Если это невозможно Организовать для всех А это же для ребят Колоссальный шок Потому что Ну в то время Это была вынужденная мера Единственный вообще Возможный способ Хоть как-то продолжать учебу Да Но сегодня же Это дальше продолжает Дискутироваться И сегодня Многие родители Переживают Что Власть попробовала Дистанционное обучение Не понравилось Удобно Можно контролировать Затраты поменьше Не надо возить Не надо школьный автобус Не надо питание Школьное организовывать Не надо там Содержать А дальше она скажет А давайте вот Эти предметы бесплатно А вот эти предметы Ну нет сегодня специалиста Там по биологии Или по химии Давайте там вот Их можно платно То есть ведь Коммерческие структуры Которые рядом находятся А мы видим там Последние скандалы В Минобре Когда задержали Замминистра Они говорят о том Что там чиновники Тоже небескорыстные Поэтому Как они эту историю Преподнесут И Где там появятся Платные услуги Мы можем только Увидеть по факту Когда это будет сделано А родители уже сегодня Конечно переживают Они понимают Что Вот сейчас конкретно Примеры ЕГЭ по химии То есть В задание Вложили Предметы И условия Которые Применялись Для олимпиад Ну то есть Это заведомо Там более В разы Высокий уровень Да И конечно Многие ребята Тем более После вот этого Дистанционного Там В кавычках Повышения Квалификации Обучения Они конечно Провалили А для многих Это поступление Для многих Это баллы Которые там Нужны для поступления В институт Ну вот В Кировской области Говорят Что начнется Все как обычно С первого сентября Может быть Это тоже выход Для власти Чтобы не заботиться О гаджетах Об интернете Да Для Там Не вкладываться в это Пусть все будет Как раньше было А хочется вернуться Знаете Еще к Хабаровску Вы сказали Что происходят Некие подвижки В обществе Как вы думаете Их уже наблюдают В Кремле И стоит ли нам ждать Какого-то закручивания Гаек Например Или там Не знаю Опять Отмены выборов Губернаторов Или Введение новых Каких-то фильтров На выборах Вот чего-то такого Может быть В Госдуме Уже появляются Новые законопроекты Ну Новые законопроекты Сейчас были внесены И вот Два вот таких Резонансных Законопроекта Первое Это по Запрете митингов Которое Власть приняла И сегодня мы видим Что как она Ими пользуется В той же Москве Сейчас начала В Хабаровске Пользоваться Второе Это трехдневные голосования То есть нам говорили Что трехдневные голосования Принимается для того Чтобы Его применять Только в условиях Когда вот коронавирус Когда вот это ограничение А теперь уже сейчас Можно А вы это с Хабаровском Связываете? Я думаю Я думаю Что это в целом Единая Россия Понимает Что она уже Не наберет Того подавляющего Большинства Поэтому она сейчас Будет менять законы То есть самое худшее В демократическом Государстве Когда меняются Правила игры По ходу То есть это вот Как раз То что мы видим Происходит сейчас Последние Больше десятилетия Мне кажется Каждый раз Да То есть каждый раз Новые правила И это конечно Не может не вызывать Недоверие граждан То есть ну как То есть все же Взрослые нормальные люди Они говорят Что если страна живет У нас все хорошо У нас там Показатели какие-то Экономические Социальные Еще какие-то А зачем вы тогда Меняете правила Политической Формирования власти Или зачем вы меняете Там правила Проведения выборов То есть вы для чего Это делаете И у всех Однозначно Там Ну большинства Я думаю Больше 80% граждан Уверены Что это делается Для того Чтобы тасовать факты В адрес Одной политической силы Единой России И в адрес Тех губернаторов Которые назначаются От Единой России Ну вот вообще Эти небывалые меры Там Отказываются Страны Которые попробовали Интернет Да Голосование От этой формы Там Трехдневное Неконтролируемое Вообще Голосование Почему мы Попытаемся Выглядеть Прогрессивной Страной На фоне Всех остальных С таким Законодательством Или Как А здесь Как раз Возникает Ощущение Что мы С одной стороны Говорим Что инвестиционная Привлекательность Федеральное Государство Государство Которое Имеет Конституцию Федеральные Законы Открытое Государство У нас Открытая Пресса Нет Цензуры А с другой Стороны Такими Действиями Просто Все это Перечеркивается Какие Инвесторы Какая Свобода Слова Какие Свободы Прав Граждан Когда Такие Вещи Власть Себе Позволяет Вообще Не Оглядываясь И не Думая О последствиях То есть Здесь же еще вопрос Что Те кто Разрабатывают Эти вещи Они не думают О последствиях То есть Невозможно Когда там Пружину Все время Сжимать 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 Она же Или треснется Или когда-нибудь Выпрямится То есть Это физика Это Законы Жизни Коротко Пружину Перед выходом На рекламу Хабаровск Чем Закончится И когда Вот эти Вот митинги Знаете К сожалению Я думаю Что об этом Не знает Никто И Начало Тех провокаций Которые Сегодня Там Происходят Они могут Быть абсолютно Инициированы Разными Силами И Очень Наверное Важно Чтобы Вот сейчас Все же Москва Не только Внимательно Изучила Но и Дала четкие Рекомендации Что делать И ответила На большинство Вопросов Которые Задают Люди Если она Вообще Знает Что-то Да Мы с вами Обсудили Это Что к сожалению Данные Которые Подаются В столицу Они кардинально Отличаются От того Что реально Происходит В Хабаровске Но Непонимание Или там Недоумение Вызывает То что Ведь Вопросы Которые Задают Люди Они Абсолютно Понятны И для Федеральной Власти Там Для Других Участников Процесса Очень легко Ответить На эти Вопросы И очень Легко Сделать Буквально Там Два Три Шага Которые Просто Снимут Это Напряжение Да Ну то есть Ну элементарно Там Привести Сергея Ивановича В Хабаровск Там Есть Ну наверняка Там Какие-то Возможности Открытый Процесс Содержания Ну пока Не процесс А процесс Не может Быти речи Потому что Он только Задержан Ему только Пытаются Предъявить Обвинение Но Хотя бы Просто Привести Его В Хабаровск И С учетом Вот Уважения К людям С учетом Там Чтобы показать Что Людей Слышат Ну поместите Его там Под домашний Арест Или поместите Его там Ну где-то Но людям Будет понятно Что вот Он здесь Их услышали Никто не говорит Что кто-то Пошел у людей На поводу Мы говорим О том Что просто Выслушайте Людей И сделайте Хоть раз Нормально Но не ломайте Вы Людей Не ломайте Вы Веру Людей Во власть Это же самое страшное Когда люди Не верят Представителям Власти Представитель Законодательной Власти У нас В студии Депутат Госдумы От ЛДПР Кирилл Черкасов Прервемся На короткую рекламу Особое мнение На 101FM Возвращаемся В студию Микрофона Ольга Болезина У меня в гостях Кирилл Черкасов Депутат Госдумы От ЛДПР От Кировской области Мы поговорили Про Хабаровск Но у нас И в Кировской области Есть свои Задержанные Чиновники Эти истории У нас Не прекращаются Последние Вот у нас Вице-губернатор И министр Лесного хозяйства Взяточничество Покровительство В лесной сфере Что это? Ольга Это двойные стандарты То есть мы с вами Сейчас вот Обсудили Хабаровск И мы видим Что там 2004-2005 год События Федеральные СМИ Региональные СМИ Наваливаются Начинают там Однобоко Показывать эту историю И вот вам Наш Киров То есть недавно Задержан и осужден Предыдущий губернатор Именно по лесу И происходит задержание Там вице-губернатора Который курирует лес Это какая-то Черная дыра Лесная сфера Которая к себе тянет Или какие-то следователи Работают по одной теме Я думаю Что здесь основная История В двух плоскостях То есть первая плоскость Это то Что наше основное Богатство Это лес Ну реально В Кировской области Вот такого второго нет То есть это Возобновляемый источник Который в принципе Мог бы нас обеспечить Всех кировчан И налогами И рабочими местами И доходом И всем остальным Но мы видим Что к сожалению Этим всем пользуются Не местные Местные Недобросовестные Чиновники А они же кстати Приезжают Чтобы честно Тут не знаю Все контролировать Они садятся на должность Проходят полгода год Они понимают Что ничего не осталось Кроме леса И засучив рукава Они туда заходят А что к нам сразу Ну не чистые Душой что ли Приезжают люди Или как Или они тут Такими становятся Ну уж точно Их невятичи заражают этим И уж точно Не в Кирове Ходят эти бактерии То есть Это вопрос Конечно Подбора кадров Всегда позиция ЛДПР Других политических партий Там Справедливая Россия Мы всегда говорили Сделайте коллекционное правительство То есть Во всем мире Есть опыт Когда победившая партия Назначает Органы исполнительной власти Но она Несколько портфелей Отдает Оппозиционерам И контрольные функции Тоже как правило Отдают оппозиционерам Но это же Поезд безопасности Для того же губернатора А позиция На имидж Ваши работает Ну естественно И никогда в жизни Мы не договоримся Там ни на какие истории А когда Представители только одной Власти Ну это бы ладно Если бы это были Кировчане Если бы это были Профессионалы Ну вы посмотрите Их резюме Человек приезжает Садится в кресло Министра Мы видим Какие документы Первое время Выходят оттуда Но это просто Возмутительно И конечно Возмущаются Прежде всего Кировчане Потому что у нас Великолепные специалисты У нас у людей Шикарное образование Они здесь выросли Они здесь живут И уж точно Они здесь не будут гадить Так как гадят Вот эти вот ребята Которые приезжают У нас есть там К сожалению Большое дело Которое сейчас Расследуют правоохранители По городской администрации Бывшая его глава Господин Быков Но это тоже Чуть-чуть другое Это как раз Вот то о чем я говорю Когда человека Который ни дня Не работал в экономике Ни дня не работал В управлении Поставили на город Киров И конечно Через какое-то время В разных направлениях В разных подведах У него начались Вот эти вот истории Дальше больше Эти истории переросли В то что там люди Почувствовали Что нет контроля Нет понимания наверху Они естественно Начали по всей видимости Заниматься в том числе Хищениями Противоправными действиями Все равно же Где-то это протекает Все равно куда-то Информация уходит Поэтому я думаю Что в какой-то момент Она дошла и до него И он не выдержал Я просто знаю его лично И давно Я уверен Что при всем отношении То есть это не он И инициатор И уж точно он не давал команды Но просто я думаю Что по долгу своей службы По долгу своего вот этого Менталитета Был вынужден Честь мундира Сохранять Да-да-да Я думаю что на первом этапе Он сохранял честь мундира А потом уже Когда видимо ручейки Стали такие весомые И предложения стали Все больше интересные А может быть просто Начали шантажировать Он просто не выдержал То есть он просто Вынужден был смириться И играть по их правилам У нас заканчивается К сожалению время Несколько Два наверное Коротких вопроса Не знаю насколько Короткими получатся ответы Новому руководству города Что теперь делать Вот совсем вот с этим Знаете Они когда первый раз пришли И встречались С нашей фракцией По поводу того Чтобы мы поддержали Сити менеджера Мы не услышали от них Ни понимания планов Ни как будет формироваться команда Ни как они поменяют тот стиль И те методы Которые были У предыдущего руководства И мы отказали в поддержке А у вас у самих Есть какой-то рецепт? Да Безусловно У нас есть этот рецепт У нас есть это понимание И вот я хотел Пользуюсь случаем Благодарен вам За приглашение И то что слушают Жители города Сказать что Сегодня эти процессы К сожалению В городской администрации Так или иначе продолжаются Потому что Когда мы говорили Новому сити менеджеру Что вы должны Первое что сделать Проанализировать И честно Всем в городе Сказать Вот здесь Вот здесь И вот здесь Явно были Осуществлены Или мошеннические действия Или хищения Или были произведены Действия Которые Нанесли ущерб Городскому хозяйству Или жителям Города Кирова И нам пообещали Сделать Срок они взяли До осени И мы вот Под это обещание Поддержали Нового сити менеджера Что происходит Наши депутаты Называют объект Они конкретно Называют адрес Где явно С нарушением закона Проведены торги Или проведены Какие-то работы Они называют Организации Мупы И подведы Которые сегодня Имеют бюджетные потоки Которые в том числе Направляются На мероприятия Не связанные С уставной деятельностью Данного предприятия По закону Городские чиновники Должны обратиться В правоохранительные органы Назначить проверку И соответственно Провести аудит И сделать потом заключение Они не делают этого Наши коллеги Вынуждены это озвучивать На заседаниях Городской думы И только после Что очень не нравится Руководству Да То есть конечно Им это не нравится И только после И этого Начинаются Подготовки документов У нас есть 7 или 8 эпизодов Мы понимаем Что правоохранительные органы Очень внимательно ждут Когда им информация К ним поступит Она уже частично передана Но мы ждем От городской власти Что или они сделают Решительное очищение Чтобы очистить Вот тот пласт Который остался Кадровый И кадровый И репутационный То есть очень важно Чтобы вернуть Доверие горожан Кировчан Чтобы они честно сказали Что да действительно То есть ну вот Вот факты Вот факт Их же нельзя отвергать Это же все есть Пока они это не сделали Поэтому если в сентябре Мы не увидим Вот этих действий Если мы в сентябре Поймем Что коллеги Не выполняют Свои обещания Конечно мы будем требовать Сначала Выполнить его А потом Если это не будет сделано То требовать отставки То же самое С органами исполнительной власти Есть с их стороны Обещания Привести в порядок И публично Сказать Как будут Изменены Скажем Те же правила Или отношения К выделению лесов Потому что вот Мы изучали Пермский край Республику Коми Там четко совершенно Формируется Определенный лесной фонд Определенный объем Который выдается Именно малым предприятиям Которые зарегистрированы В Кирове Рабочие места Организованы В Кирове Соответственно Они платят налоги Они платят НДФЛ И любой глава района Любой чиновник района Он может проверить То есть если они получили Им надо это 5-7-10 тысяч Это по аналогии С закупками Которые там Какой-то фиксированный Процент Обязанный Малому бизнесу отдавать Мы там лет 7 Наверное эту тему Пытаемся пробить Но глухая стена Хорошо Что вы это держите На контроле Мы тоже вместе С вами будем И финальный мой вопрос Чего вы ждете От дела Владимира Быкова Чем оно закончится Будут ли какие-то Новые фигуранты И эпизоды Фигуранты безусловно будут Эпизоды безусловно будут Я думаю что суд Вынесет окончательное решение И здесь быть не должно Двойных стандартов Как с Хабаровском То есть есть закон Есть претензии к чиновнику Если в суде будет доказано То соответственно Будет судом Вынесено решение О наказании Если не будет доказано Значит суд Вернет прокуратуре Там на следствие Обратно И их там В законном порядке Право или оспорить Или доказать Или признать Что каких-то эпизодов Нету А мы узнаем Что-то новое Совершенно Про деятельность Бывших мупов Вот этих подведов Всех Я думаю что со временем Да То есть здесь же Как раз и вопрос В том Почему я говорю Что желательно Чтобы в Кирове Брали чиновников Кировских Потому что здесь Их родители Здесь их дети Вот у нас там Предыдущий товарищ С Татарстана приехал И уехал Сейчас Татарстан К нему тоже Много вопросов Ну я имею ввиду Тот кто был Господин Шульгин После Быкова А там он в правительстве Там не знают же Нет никаких сигналов И к сожалению У нас же вопросы И господину Шульгину Были Одна из причин Почему он уехал Потому что он не мог Ответить на эти вопросы То есть когда Городские депутаты Приходили Показывали фактуру Он Просто избегал Общения Он избегал там Конкретных формулировок Я думаю что И у следственных органов В том числе К нему есть вопросы Почему придя На эту должность И декларируя Что он будет заниматься В том числе Разборкой завалов А вопросы то о чем были Не про разборку завалов Я думаю что вопросы были Про конкретно Финансовые схемы Конкретные там Участки земли Про выделение этих земель Про конкретную концессию Про конкретные мупы Конкретное распределение тендеров Депутаты ЛДПР Депутаты от Справедливой России То есть мы с коллегами Работаем очень плотно И у них сегодня Есть полное вообще понимание Картины городского хозяйства Только к сожалению У представителей Администрации города Кирова Такого понимания нет Зато у следственных органов Видимо есть потенциально Большой объем Материалов Для работы Спасибо вам У нас в студии был Депутат Госдумы От партии ЛДПР Кирилл Черкасов Спасибо Ольга Спасибо Уважаемые жители города Кирова Хорошего всем лета До свидания Особое мнение На 101FM